Честь, но это некий свод правил, который в тебе или существует, или не существует. И вот от того, какие тебе правила, какие правила в тебе, таков ты, может быть, и есть. Потому что есть люди, которые слишком настаивают на своих правилах и считают, что вот мои правила – это абсолютно верные и абсолютно правильные, а те, кто с этим не согласен, тот покушается на мою честь в некотором роде. Другой говорит, да, вот мои правила такие, но это не значит, что не могут быть другие правила. Просто каждый раз, когда человек вынужден отказываться от своих правил, он в некотором роде является бесчещенным, потому что он унижен. Унижен. Унижен внешними обстоятельствами, внутренними, он почувствовал свою слабость и что-то еще. Но это не значит, что нельзя пересматривать правила, ну, самостоятельно пересматривать. Я думал, что вот это устроено так, а на самом деле выясняет, что это не так, вот на этом этапе. И ничего удивительного, если я скажу, да, я ошибался, я, так сказать, думал так, а получилось так. Поэтому честь, с одной стороны, это мои принципы и мое желание их отстаивать, я так полагаю. Но, с другой стороны, всегда следует задумываться, каковы твои принципы являются ли настолько важными и основательными, что ради них надо рвать собственную рубаху или рубаху на груди там кого-то еще, кто якобы тебя оскорбил и так далее, и так далее. Это все так вот, не столь категорично, как иногда кажется. Продолжение следует...